Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подмога на 200 миллионов. Россия передала в дар Абхазии сельскохозяйственную технику. В итоге закрытие комиссия Народного собрания проинспектировала границу по реке Ингур. Результаты плана размышлений депутата 6-го созыва рассказали о проделанной работе. 57 тракторов и 136 единиц присыпного оборудования на общую сумму 200 миллионов рублей переданы Республике Абхазии Российской Федерации. Передача прошла на машино-технологической станции в Гудауте. Президент Рауль Хаджимбе, премьер-министр Геннадий Гагули и министр сельского хозяйства Даур Тарба посетили церемонию передачи техники. Российскую сторону представляли первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, директор департамента по растеневодству Петр Чекмарев, директор Россельхозцентра Александр Мальков и заместитель директора Россельхозцентра Хамзат Белхароев. Тему продолжит Анастасия Никонова. Тракторы, прицепы, трех-четырех-восьмикорпусные плуги, культиваторы, опрыскиватели и другая сельскохозяйственная техника передана Абхазии Российской Федерации. Современные машины оборудованы всем необходимым, в частности, системой кондиционирования. Теперь с появлением данной техники нашей стране доступны современные технологии обработки почв, применяемые в садоводстве и овощеводстве. Церемонию передачи техники в городе Гудаута посетил глава государства Рауль Хаджимба. Вот сегодняшнее событие, это еще раз подтверждение тому, что мы выбрали правильный путь, путь на сотрудничество с Российской Федерацией. Все эти базовые соглашения и затем следующие соглашения, договора, бумаги, которые каждый раз мы обговариваем, обсуждаем, реализуются. И вот сегодня есть возможность увидеть результат этой деятельности. Мы благодарны Российской Федерации, благодарны руководству за то, что они нас услышали и создали возможности для нашей республики, для того, чтобы вот такая техника была бы у нашего крестьянина. Сегодня у нас есть реальная возможность использовать эту технику по полной программе. Для того, чтобы мы не говорили, что нам того-то не хватает, чего-то у нас нет. У нас все будет. Главное, чтобы мы, засучив рукава, работали на свою страну. Министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что передача техники состоялась по договоренности президента Рауля Хаджимба и президента Российской Федерации Владимира Путина. И на последней встрече руководителей двух государств у нас здесь в нашей республике в Пицундах Рауль Джунгович поднял этот вопрос. И мне была предоставлена возможность тоже от имени тружеников сел обратиться президенту Российской Федерации. И уважаемые труженики села, хочу обратиться. Ваш голос был услышан руководством Российской Федерации и процесс, как говорится, пошел. После этого неоднократные встречи руководителей нашего государства с руководством Российской Федерации. Перед абхазскими аграриями представлены лучшие достижения российских производителей сельхозтехники, отметил в своем выступлении первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. Мы хотим сказать, что сегодня любой успех в сельском хозяйстве в первую очередь связан с модернизацией. И мы рады тому, что усилия руководства Абхазии, решения руководства России сошлись в том, что сегодня Абхазия получает очень хороший импульс в отношении современной сельскохозяйственной техники. За всем этим стоят современные технологии обработки почвы, которые применяются в ащеводстве, садоводстве. За всем этим стоит, естественно, финансовый результат. Мы хотим сказать, что абхазская продукция очень востребована на российском рынке. И мы уверены, что тот импульс, о котором только что сказал президент республики, он будет не только в доходах агрария в республике, но и в том числе в расширенном ассортименте овощей и фруктов Абхазии на российском рынке. Мы ее ждем. По словам министра сельского хозяйства Даура Тарба, техника будет распределена по всем районам Абхазии. Анастасия Никонова, СССР, Абхава, Абаза ТВ. В субботу, 21 июля, с однодневным рабочим визитом, республику Абхазии посетит глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Состоится встреча глав государств, а также встреча в расширенном составе. Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов примут участие в церемонии возложения цветов к памятникам миротворцам и неизвестному солдату по случаю столетия 7-й военной базы. И посетят торжественные мероприятия в зале заседания Дома Москвы. Позже главы государств отправятся в Гудауту на территорию 7-й военной базы и побывают на праздничном концерте по случаю столетия базы в Доме культуры города Гудаута. В воскресенье 22 июля на территории 7-й российской военной базы продолжатся мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего юбилея воинской части. В программе торжественное построение личного состава базы, праздничный митинг, вручение наград, ценных подарков и грамот, плац-концерт в исполнении военного оркестра, показательное выступление по рукопашному бою, статический показ современного вооружения и военной техники. В экспозиции будет представлено до 50 современных образцов стрелкового оружия и боевой техники, среди которых новейшие танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82М, реактивные системы залпового огня ГРАД, противотанковые ракетные комплексы Штурм-С и зенитные ракетные комплексы ОСА. В ходе совещания с послами и постоянным представителем Российской Федерации президент России Владимир Путин призвал политиков, которые стремятся включить Украину или Грузию в состав НАТО, подумать о последствиях этих решений. Глава государства отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия. По его словам, развертывание альянсом новых военных баз у российских границ не способствует восстановлению доверительных отношений. Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и постанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало подумать о возможных последствиях такой безответственной политики. Нужна другая позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения. Мы говорили об этом, конечно, и на встрече с президентом Соединенных Штатов, господином Трампом. При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По многим параметрам даже хуже, чем во времена Холодной войны. Конечно, было бы наивно полагать, что проблемы, окопившиеся годами, будут решены за несколько часов. Но на это никто и не рассчитывал. Тем не менее, полагаю, что путь к этим позитивным изменениям все-таки начал. В Соединенных Штатах мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики. «Жалкие, ничтожные люди». Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные. А наоборот, довольно могущественные, сильные. Если могут впаривать там, извините за мавитон, своим гражданам, миллионам своих граждан, различные трудно перевариваемые, перевариваемые в нормальной логике истории. Депутатская комиссия Народного собрания ознакомилась с состоянием пограничной зоны Галского района. Наши корреспонденты вместе с депутатами и представителями таможенного комитета побывали на местах закрытых пунктов пропуска, а также на КПП Ингур. Съемочная группа совместно с депутатами выясняла, насколько изменилась ситуация с закрытием дополнительных пунктов пропуска, а также узнали мнение местных жителей. Подробный репортаж смотрите в наших ближайших выпусках. Без малого полтора года работает шестой созыв Народного собрания страны. Очередные депутатские каникулы были перенесены, однако начнутся уже на следующей неделе. В преддверии окончания весенней сессии съемочная группа телеканала Абаза ТВ пообщалась с народными избранниками. Что ждет пенсионеров? Какие артефакты нужно возвращать на родину? С кем у парламента не сложились отношения? Почему до сих пор не ведутся прямые трансляции сессии? Ответы на эти и многие другие вопросы в специальном репортаже. Ильяна Рогилаян. Шестой созыв Абхазского парламента был избран 12 марта прошлого года и уже через месяц приступил к своим обязанностям. За более чем год в Народном собрании было принято около 40 законов и поправок к ним. Сейчас близится к концу очередная весенняя сессия. В преддверии депутатских каникул в интервью с нами депутаты подводят итоги, делятся своими планами и даже рассказывают о собственных неудачах. Состав шестого созыва разительно отличается от пятого. То есть многие депутаты не смогли задержаться на второй срок или вовсе не баллотировались. Для Ливона Галустяна шестой созыв уже второй в качестве депутата, а теперь и более того вице-спикера. Могу сказать о том, что я хотел бы остановиться непосредственно на международной деятельности Народного собрания именно в контексте принятия, как мне кажется, очень важных законопроектов, касающихся ратификации тех или иных соглашений. Вы знаете, что именно шестой созыв ратифицировал межгосударственное соглашение с Российской Федерацией об обязательном медицинском страховании граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. И, к счастью, тот вопрос, который долгое время ставился, наконец-то разрешен. И сейчас граждане нашей страны имеют возможность оформить медицинские полисы непосредственно по месту своего жительства. Второй законопроект о ратификации тоже касается медицинской сферы. Это соглашение о льготном обеспечении медикаментами льготной категории наших граждан. И этот законопроект тоже был ратифицирован депутатами шестого созыва. Я хотел бы сказать о том, что нашим депутатам Алхасом Владимировичем Джинджоле инициировано обсуждение вопросов, связанных с ужесточением норм Уголовного кодекса. Что касается, так сказать, педофилии и так далее, есть термины соответствующие. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. Закон был принят на последней сессии. В первом счете обсуждение по нему продолжается. Я думаю, что этот законопроект очень важен, актуален и он будет принят. Илья Гуния в парламенте новичок и смотрит на прошедшие почти полтора года немного иначе. На вопрос, каково быть депутатом, отвечает так. Конечно, сложно. Объясню, почему. Ну и сложно, и легко. Если относиться к этому несерьезно, ну, стал депутатом, можно принять закон, можно принять участие в законопроекте. Если относиться несерьезно, наверное, легко. Если ты понимаешь, какая ответственность лежит на депутате, и надо понимать, что от его закона, от его решения, от принятых решений, законодательств зависит судьба людей, судьба целого государства, то ответственность очень большая. Коллега Илья Гуния Батал Топагуа, хоть и непосредственно парламентарем до этого не был, довольно тесно сотрудничал с Народным собранием, находясь на самых разных должностях. Потому депутат Топагуа, подведя итоги, смотрит не только на цифры. Ну, дело в том, что, знаете, если судить по цифрам, я имею в виду законов, которые приняты, конечно, почти в планете всей, там, скажем. Ну, у нас около 40 законов принято, там около 13 проектов, которые приняты в первом и во втором чтении, около 8 соглашений ратификации прошли в парламенте. То есть по вот этим, как бы, показателям, там, может быть, тут, если не ошибаюсь, спикер докладывал, значит, ну, и, в общем-то, собственно говоря, достаточно, думаю, активно. Но, на мой непросвещенный взгляд, мне кажется, что, конечно, ожидания должны были быть больше. Я имею в виду себя, конечно. Единственной женщиной, сумевшей завоевать доверие избирателей в шестом созыве, стала Натали Смыр. Возглавив комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, парламентарий-женщина с первых дней работала над одними из самых важных законопроектов и зачастую сталкивалась с непониманием коллег. Я думаю о том, вот, как бы, даю анализ тому, а что я сделала за полтора года, что у меня получилось, чего у меня не получилось, что я хотела, и смогла ли я привнести сюда то, что я думала, о чем, как бы, какие-то у меня были мысли. Но единственным каким-то таким побудительным моментом в рейде парламент было то, что, ну, вот первый раз за очень долгий период времени банкир, нет, не первый, по-моему, или второй, попадает банкир в парламент. То есть это был Даур Барганжи, по-моему, в золотом созыве. Вот я как банкир, потому что банковское дело все-таки это финансы, деньги. Да, и мне казалось, что я смогу привнести там, что-то у меня получится. И с точки зрения, вот, как бы, финансо-экономической помощи, вот, моей, может быть, как специалиста, я вот как бы думала, что я смогу привнести. Но, конечно, все равно это какое-то такое идеальное, наверное, представление о том, когда ты идешь в парламент, и ты думаешь, да, вот у тебя получится, вот ты, наверное, тот единственный, который смог бы это сделать. Это, конечно, ошибочное такое, вот, да, приходится призывать, что не всегда, потому что твоя работа напрямую, вот, просто напрямую зависит от того, ты не можешь принимать единоречных каких-то решений. Это коллегиальное решение. Полную версию специального репортажа смотрите сразу после выпуска новостей. Ежегодно с 15 мая по 15 октября санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии раз в неделю проверяет состояние морской воды. Пробы забираются в 13 точках Сухумского побережья от реки Келассур до реки Гумиста, сообщает спутник Абхазии. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, предыдущие пробы держатся в пределах нормы. Единственное, постоянно плохие пробы у реки Адябш и в устьях реки Беслетка, но у нас там нет пляжей. Население, которое живет у рек, превратило их, к сожалению, в мусорную свалку и некоторые умудряются вывезти туда канализацию. Врач также посоветовала не купаться в море после ливневых дождей. На очищение воды требуется 2-3 дня. Игры народа Абаза с участием сборных команд из Абхазии, Крачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Москвы, Ставрополь и Ордании, Турции стартует 21 июля в Абазинском ауле Инжич-Чукун в Крачаево-Черкесской республике. В этом году игры пройдут под эгидой Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса Ассоциации содействия развитию абазино-абхазского этно-салашара и Ассоциации абазинских общественных объединений Абсадгел. Команды будут соревноваться в различных видах спорта, таких как футбол, волейбол, забег, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину, стрельба из лука и перетягивание каната. В этом году организаторы соревнований приняли решение учредить кубок по футболу в честь предстоящего 80-летнего юбилея одного из создавателей конгресса президента Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тараса Шамба, известного ученого, доктора юридических наук, профессора. Абхазский боксер Батал Чежи выиграл бой у спортсмена из Грузии Рубена Мавсисяна на вечере профессионального бокса, который состоялся в боксерском клубе Николая Валуева в Москве. Во втором раунде он одержал победу техническим нокаутом, сообщает Госкомспорта Абхазии. Батал Чежи чемпион СНГ и славянских стран по версии журнала про бокс. Юные каратисты спортивного клуба «Скорпион» при поддержке Федерации карате Фудака на Абхазии провели неделю на выездных сборах в горах. 15 детей возрастом от 7 до 13 лет под руководством тренера Сергея Демьянова совмещали приятность с полезным на базе отдыха «Опсне-двенчур» в Кадорском ущелье. Специально для этого на базе построили навесы, привезли татами для тренировок. Поездка прошла настолько успешно, что принято решение в следующем году пригласить инструкторов и спортсменов из России провести объединенные сборы расширенным составом. 21 июля в Пицунском храме состоится концерт шедевра мировой классики. В программе выступления органистов Марины Шанба и Луки Гаделия, вокалистов Асиды Шакая и Нана Черкезия. За фортепиано Гули Завицба. В завершении выпуска о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью плюс 21, днем плюс 27, температура морской воды плюс 26. А на этом все. Развитие событий на нашем канале. Всего доброго и приятных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!